Доброго времени суток, друзья! В этом видео я расскажу вам в первую очередь о том, что у нас находится в каждой вкладке нашего аккаунта Винстайм. Дальше я вам покажу, как выполнять задания, которые нам дает сервис. И последнее я вам расскажу, как давать задания для того, чтобы нам самим получать лайки, комментарии, сохранения и подписки в наш аккаунт. Давайте я немножко покажу, что находится на дашборд. Дашборд подтягивает все ваши посты, ваши ленты, вашего аккаунта. Здесь вы видите счетчики, которые показывают, сколько лайков, комментариев, посмотров, сохранений произошло от сервиса Инстайм. Также вы видите, сколько осталось нам пригласить пользователей в первую линию и сколько осталось дней до конца подписки. Нажав на кнопочку «Ревссылка», вы можете скопировать свою ссылку и поделиться ею с другом или с подругой. Для того, чтобы они тоже использовали FaceTime и вы на этом зарабатывали. Что ж, пойдем во вкладку «Финансы». Что здесь? Здесь у нас отображается вся наша команда, сколько денег мы заработали благодаря продвижению сервиса Инстайм, рекомендациям. Здесь также показывается, как мы можем вывестить эти деньги. Многие задают вопрос, хорошо, я заработал деньги или заработала, как их вывести. Все просто. Вот я вам сейчас показываю. Нажимаем на кнопочку «Вывести». При этом учтите, я показываю вам этот аккаунт. Этот аккаунт уже приобрел стартовый пакет. Здесь не нужно приобретать. Значит, вывоз средств у нас происходит на ePayments кошелек. Это платежная система. Она одна из надежных, очень известная в мире. Если у вас еще нет ePayments, вы можете себе зарегистрировать. Как? Просто зайдите на YouTube, напишите, как зарегистрировать кошелек ePayments. И там будет очень-очень-очень много роликов. И сделайте это. ePayments хорош тем, что вы можете вывести деньги на него. И уже с него вы можете перевести на свою карту. Идем дальше. Во вкладочке «Финансы» вы еще можете видеть, в принципе, счетчики по лайкам, по просмотрам, по комментариям, по сохранениям, которые поступают к вам от сервиса InTime. Дальше. Есть вкладочка «Задания». Вот здесь нам нужно выполнять задание. Вот. Одно задание есть. Смотрите. Это задание – это пост человека. Когда мы наводим на его мышку, мы видим, в принципе, логин этого человека. Что он хочет? Вот этот значок, он означает, что человек хочет комментарий. Если мы нажмем, да, мы перейдем на этот пост сразу же. Ну, и можем здесь оставить комментарий. Сейчас пока что не буду вот это делать. Кстати, видите, InTime проверяет, выполняется или нет. И если бы я оставил комментарий, то потом эта картинка бы, эта бы фотография отсюда исчезла, и мы задание все выполнили. Кроме этого, есть еще у нас кнопка «Пожаловаться» и «Закрыть». Да. И там можно выбрать причину. Вот. Дальше у нас есть вкладочка «Уведомления». Здесь вы получаете уведомления о наличии, начислении средств, о добавлении новых пользователей, о лайках, комментариях, подписках. В общем, здесь вы получаете все уведомления. Здесь, под этой вкладкой, размещена полностью вся статистика по вашему аккаунту. Если говорить о конкретной статистике, статистике по заработку и статистике по продвижению, то она находится под вкладкой «Статистика». И, кстати, это очень хорошо, особенно для продвижения. Вы, если у вас, например, есть коммерческий аккаунт, вы можете за определенный период времени собрать статистику по подпискам, по лайкам, по комментариям, по просмотрам и сохранениям, которые идут от сервиса InTime. И сделать себе какой-то анализ по продажам, то есть, как это взаимосвязано или нет. То есть, эта статистика, она очень полезна. Ну и по заработку тоже, соответственно, осмотреть свои доходы, как они растут за неделю, месяц и год. Очень удобно. Идем во вкладочку «Структура». Здесь вы можете увидеть всю свою структуру, у всех людей, которых подключили вы, которым порекомендовали данные сервисы, и которым порекомендовали друзья ваши. То есть, если мы возьмем вот человека, видите, здесь 19 человек, видите, статус «Оплачен», 19 человек в структуре, лично приглашенных всем. То есть, это, я бы сказал, это активный человек, который активно работает. Вот. Двигаемся дальше. Вкладочка «Настройки». Конечно же, здесь очень такая гибкая система в настройках, потому что мы всегда можем сменить свой аккаунт. То есть, сменить вот этот аккаунт на другой. Изменить пароль в аккаунте нестаемо. Ну и, конечно же, реферальную ссылку. По поводу SMS-сообщений, оповещений, я рекомендую эти галочки оставить включенными, но чтобы быть всегда в курсе новостей и обновлений сервиса. И если вы вдруг чего-то не знаете, вы нажимаете на вкладочку «Поддержка» и смотрите здесь кратко, без воды написано, как регистрироваться, авторизироваться, как подключать аккаунт Instagram, как делать покупку-подписку, да, на какой пакет, как делать продвижение, как добавлять личные комментарии и выполнять задания. Здесь все детально расписано по шагам, поэтому я уверен, что если вы чего-то не знаете, вы сразу идете сюда, и здесь вы находите все вопросы и действуете. Дальше покажу вам, как получать задания. То есть мы знаем, как выполнять их, да, этого вкладочки задания, а теперь как их получать. То есть как ставить, вот вам нужны лайки, как сделать так, чтобы через сервис InstTime получить лайки. Первое. Нам нужно определиться с постом, да, на какой пост мы хотим получить те же лайки или комментарии, или сохранения. Ну, например, пусть будет на вот этот. Я нажимаю на него, видите. И в результате вот у нас сейчас на посте есть два лайка. Я хочу добавить. Ставлю, нажимаю кнопочку «Добавить», например, нам не нужно 100 лайков. При этом заметьте, в сутки сервис позволяет ставить 3000 лайков. Вот. Ну, это некоторая такая система безопасности, потому что лимиты Instagram тоже не нужно превышать, и чтобы ваш аккаунт не попал в черный список самого Instagram, да, при повышенной активности. Поэтому это важно. Например, мне нужно 100 лайков. Я нажал 100 и нажимаю «Добавить». Все, вы успешно добавили задания на продвижение, по продвижению лайков. Теперь мне остается, что делать, ждать, когда они придут. Со временем они придут, люди живые, настоящие, их поставят. И все будет сделано. Вот так. Если я хочу добавить комментарии, соответственно, я добавляю комментарии. По поводу комментариев, я вам рекомендую, если у вас коммерческий аккаунт, если не личный, а коммерческий, вы что-то продаете, я вам рекомендую не больше, там, 50-ти комментариев, потому что если сюда поставить 100 комментариев или 50, это будет очень-очень заметно и подозрительно, да. И по поводу комментариев, когда вы оставляете, вот если мы идем в задание, да, чтобы оставить кому-то комментарий, например, вот. Вот я нажимаю сюда. И здесь есть фото, да, и мы читаем там. Человек написал, что действие у него было из любимых был Люд, это Манты. Родился он в Казахской СССР. Можно прочитать этот пост и вместо слов класс, супер, там, отличный пост, красивое фото, я бы предложил, чтобы по тексту писать. Например, а где вы покупаете ингредиенты? То есть, чтобы человек понимал, что, ну, по делу комментарий, понимаете? Вот, поэтому я больше за комментарий по делу. Кстати, во вкладке задания вы можете нажать вот на кнопочку, как это работает, и сами прочитать, как работает выполнение заданий и как их делать. То есть, понимаете, сервис такой, насколько интуитивный, что, в принципе, любой человек, который только его увидел, может разобраться, как его использовать. Так, я думаю, на этом все. Поэтому используйте InStime, не стесняйтесь задавать вопросы. До встречи в следующих видео!